Семья Езидов, проживающая в Афганистане, в одном из домиков в городе Гюмри, хочет отказаться от гражданства Армении. Мать-одиночка Асли Асанян намерена продать жилище, чтобы вылечить 20-летнего сына, вернувшегося из армии с инвалидностью. На заявление, с просьбой оплатить лечение ее сыну, Министерство обороны и правительство Армении не отвечают с января. Когда у Артура Асаняна диагностировали спинальную амиотрофию, после чего, прослужив 23 месяца, его демобилизовали на основании заключения о негодности к военной службе, об этом передают армянские СМИ. 30 мая, езидская семья передала письма премьеру и министру здравоохранения Армении, в которых говорится, что если сына не вылечит, женщина вместе с четырьмя детьми откажется от гражданства Армении, в качестве нацменьшинств, попросит убежище в посольствах других государств. Асанян заявила в студии и прессам. Согласно высказываниям представителей Минздрава, они занимаются только делами, попавшими в суд. Ответа правительства не последовало, я встретила премьера в ходе предвыборной кампании в Гюмри. «Телохранители попытались отстранить меня, но он сказал «дайте женщине высказаться». Выслушал меня очень учтиво, но отправил письма в Министерство здравоохранения, где сказали, что не могут помочь. Что это за ответ? Я дала армии здорового сына. Семья Езидов оскорблена тем, что оборонное ведомство, в лице пресс-секретаря Арцерона Аванесяна, отрицает участие бывшего военнослужащего в апрельской эскалации Карабахского конфликта в 2016 году. Оскорбительным для матери, также был ответ Министерства здравоохранения, где сказали, что семья обратилась к ним ради денег. Они последовательны, только в вопросе погибших солдат. Остальное. Заболел ты в армии, ослепли, ногу ли тебе ампутировали? Неважно. Но, если солдат погиб, они ради своей выгоды, дают матери солдата медаль, мол, пусть весь мир видит. Мне эта медаль не нужна. Я дала им здорового солдата и ничего от них не требую, пусть вернут мне здорового солдата. Бюджет свой пусть оставят себе. Я не прошу у них милостыню. Дайте мне деньги моего народа, ведь вы удерживаете с каждого работающего по тысячу драмов, заключила собеседница. Если я не погиб, значит, не был на боевых позициях. Сейчас я советую всем не служить, если к нам, отслужившим, так относятся. Если бы их дети были на месте моего сына, что бы они сделали? Я не прошу, я требую лечения своего сына. В противном случае я откажусь от гражданства Армении. Если солдат погиб, правительство Армении ради своей выгоды дает матери солдата медаль, мол, пусть весь мир видит. Мне эта медаль не нужна. Я дала им здорового солдата и пусть вернут мне здорового солдата. Я не прошу милостыню. Дайте мне деньги моего народа, ведь вы удерживаете с каждого работающего по тысяче драмов.